Снишане Богдановича исполнилось 14 лет. Получать паспорт ее и еще четверых ребят пригласили в администрацию Ленинско-Кузнецкого городского округа. Конференц-дали торжество, организованное специально для них. Началось оно с исполнения гимнов Российской Федерации, Кузбасса и города Ленинско-Кузнецкого. И вот школьники за столом, за которым принимают важные решения в жизни города. И, конечно же, особое внимание подрастающему поколению. Евгений Никитин выразил уверенность, что юные горожане станут достойными гражданами нашей страны, сохраняются славные традиции и будут равняться на настоящих героев, участников специальной военной операции. Сегодня, в преддверии Дня города и Дня России, мы вручаем вам паспорта. Паспорт – это первый в вашей жизни документ, который вы пронесете на протяжении всей своей жизни, которым вы должны гордиться. Гордиться по праву, потому что этот документ гласит о том, что вы гражданин Российской Федерации. Паспорт дает очень много возможностей нам. Сегодня, в столь тяжелое время, наши ребята защищают рубежи нашей Родины и отстаивают честь и достоинство Российской Федерации. А значит, и честь нашего паспорта. Имея этот документ, вы должны гордиться и нести с честью это звание гражданина Российской Федерации. И вот в долгожданный момент глава города и помощник прокурора Ленинского-Кузнецкого городского округа Кристина Трефилова вручает школьникам первый в жизни документ – паспорт гражданин Российской Федерации. Для мамы и дочери Снежана Евгения Богданович этот день стал по-настоящему особенный. Волнения были. Я уже понимаю, чувствую больше ответственности за свои поступки и за свои действия. Вы помните свой день, когда вам вручили паспорт? Честно говоря, нет. Но сейчас я просто представляю, как это было волнительно, как бы за дочь. Переживаю тоже. Ответственный момент. Конечно, огромное спасибо, что пригласили в столь великий праздник для нашего города. Огромное спасибо. Особым этот день стал и для других ребят. Теперь они граждане великой страны. Уже официально. Вместе с документами юношам и девушкам также вручили памятные подарки. Так, движение первых подготовили для ребят рюкзаки, обложки на паспорт, значки и ручки со своим логотипом. От администрации городского округа им передали экземпляры Конституции Российской Федерации, наборы открытых с изображением памятных мест города и сладкие подарки.